Лесная живность теперь будет на нашем столе. Приветствую вас, друзья! С вами Верос, и мы продолжаем играть за нашего великого и могучего пустоеза, пузоеза, пузоеда, мясоеда. В общем, можно всякие бредовые имена ему придумывать сколько угодно. Скраг-мясник. Вот этих зверюк еще тоже заменим. В принципе, Скраг-мясник может сейчас и ударить по Прагу, но давайте на первом ходу все-таки очень важно. Мне кажется, именно к Слонешу отправиться сразу, вот как только появится такая возможность, пока туда еще никто больше не пошел. Остальные, я надеюсь, удержатся. Остальные удержатся, то что Жувбар тут сейчас не наш, это да, было дело, есть такое. Ну, когда огромные территории, ты даже и не замечаешь, как теряешь территорию. Бывает такое, бывает, естественно. Так, ну что, давайте, тогда долго не будем сейчас возюкаться, отправляемся в разлом. Отправляемся во владение Темного Князя. Хорн требует назад свое вооружение. Оружие, которое вы забрали из владения Крового Бога, вернулось туда. Владение Темного Князя. В этом царстве желаний процветают искушения, похоть и обжорство. Воители Слонеша. Грозная сила. Найти их можно в шести кругах соблазнения. По мере продвижения вас ожидают искушения, превосходящие все ваши самые смелые фантазии. В центре находится дворец Сланиша. Памятник ненасытной похоти, излишествам и распутству. Ну, сейчас мы посетим этот памятник. Нерукотворный, по-любому. Что-что, вот это точно. Как Нургал нерукотворный памятник, так и Слонеш, только... Тут он будет лепить чем-нибудь другим. Из чего-нибудь другого. Как-то так и поступит, по-любому. Ну, я вот... Люблю вот этот месяц. Мне он нравится. И в этом царстве. Мы, кстати, по-моему, каждый раз, когда отправлялись в царство Слонеша, мы появлялись вот тут. И на стримах тогда мы, и в тестовых. И даже когда пытались... Если я правильно помню, за Бориса. Но тут мы с этой стороны приходим. И посмотрим, что дальше получится. Так, уходим. На этом ходу мы, в любом случае, двигаться уже не можем. Портал закроем. Ты держись, Соломинка, держись. Так, ты портал закрывай. В принципе, можно отправить тебя и вот сюда для начала. Закрыть портал. Хотя в идеале нужно нанять еще одного, в любом случае. Это в лагере. Давай вот тут, по-моему, у меня. Была такая возможность. Охотник. Но есть охотник. Огнечрев вот здесь может подъехать. Ну давай, вот скверну нанимаем. Пойдешь закрывать порталы? Это раз. Можем и охотника здесь подтянуть, на самом деле. Мясников у нас в любом случае ограниченное количество. А что там для огнепузиков? Нужно возвести пушку, да? Ну ладно, пока подожди. Здесь в любом случае у нас есть возможность нанять охотника. Ту же скверну вон изгонять, хотя есть неплохие по дальности. Но сейчас со скверной бороться. Сейчас в первую очередь боремся со скверной. И в этом регионе предлагаю как раз таки начать возводить следующий уровень пушки. Ради огнечрева. Хотя на этом уровне уже мы не успеем, наверное, его нанять. На этом этапе. Ну да ладно. Рейкланд, северные горы. Сильвания, южные горы. Норден. В первую очередь или... Давайте, наверное, в первую очередь... Детерскафинг. Прокачаем. Полторы тысячи никуда не вкладываем. Указ это в лесу. Конечно же скверную изгонять. Очень высокий уровень скверной. Дипломатия на всякий случай тоже просматриваем. И сдаем ход. Да, в царстве Саланеша мы где-то ходов 10 пробудем. Ох, какой кораблик. Уф, плывет кораблик. Ходов 10 придется пробыть там. Достаточно много времени. Неудобно, некомфортно. Ну а чего мы ждали от... Принца извращений. Чего мы еще ждали. Тем более даже сейчас нам они все войну объявляют. Вмешаются. Во владениях темного князя. Он, кстати, Араку и Удзинча отправились тоже. Во владения темного князя. Во владениях кровавого бога ледяной двор. Но все-таки ушла. Катарина ушла, значит проблем у нас не будет. Прыгаем сюда. Эта армия дотягивается. Тачми ла-ла-ла. Армия дотягивается. Помните, мы первый раз, когда на стриме сюда отправились? До нас ни одна армия не дотянулась. Не напала. В принципе, если так быстренько получится, это неплохо. Это прям было бы шикарно. Портал закрыть. Решительная победа. Никого не сливаешь. Никого не сливаешь. Можно даже так. Если это на уровень потерь повлияет по умолчанию вдруг. Берем деньги. Дальше. Пока что по-прежнему заходишь в лес. Потери тут восполняются вроде бы не лучшим образом. Но у нас настолько все тут хорошо вкачано, что все равно. Позавидовать многие фракции могли бы. Такой регенерации. Такой регенерации можно реально позавидовать. Практически как тролли. Регенерируют на глазах. Так. И тебя, и тебя, и тебя. Ну неуязвимость вот сюда. Есть контакт. Долгоброд. Но он вынужден будет сидеть в городе. Потому что тут холода лютые. Они не дадут нормальное. Нам устроить засаду. Подготовиться. Ударить. Отсюда. Похоже, они будут вынуждены сидеть и оборонять территорию. Не, мы можем дотянуться до Елича. Но тут дальше. Гарнизон хороший. Хотя у нас тут и армия неплохая, да? В теории Елич мы как раз таки можем взять. Несмотря на дополнительные силы, которые там присутствуют. Ну давайте. Давайте попробуем. Ну там, кстати, единственный косяк. Продолжить осаду. Здесь несколько стеков приходит. Николай Таалов, Косталтин. Ну и дальше. Мы потери, если понесем приличные, они начнут нас осаждать. И... Реально будет неприятно. Будет очень неприятно. Ну давай попробуем. Ладно. Штурмуем. Ах, твою ж дивизию. Надо было бонусы использовать. Мяса полно. А ситуация очень щепетильная. Мяса много. Ну все есть. Но здесь, в этой битве... Сейчас надо что-то нам придумывать. Заходить с какой стороны лучшим. Нашим призракам. Возможно вот отсюда мы зайдем основными силами. Тут всего лишь одна башня. Если пушкари ее смогут расстрелять. В коем веке. Будет удобно. А наши... Призраки зайдут вот как раз таки с этой стороны. И один с этой. Сделаем так. Не, мы можем спрятаться, конечно. И... Тогда единственный момент. Под ударом могут оказаться наши призраки. Поэтому лучше вас увести подальше. Вот так сделать. Мы сейчас спрячем всю армию. Прячем абсолютно всех. Всех и каждого. Начинаем. Он расставляет войска равномерно по всем флангам. Вышки не активируются. Крепостную башню ломать они не могут. Ну, а мы идем ломать. Так, выбегаем отсюда. Ждем движений. бегом сюда и отсчету застопорился стена сломалась ну и что беги сюда так врываемся начинает потихоньку перебрасывать все но пока у нас есть возможность немного пора сматывать местных а вышку кстати он не активировал как-то странно почему отряд вроде бы стоит здесь но вышка не активирована это максимально сейчас выглядит все неправдоподобно держаться держаться да чтоб тебя черти разорвали крутись вперед медведи здесь уже подошли так ворвись сюда чуть прорвись заходим вы можете сваливать хотя подожди наверное давайте вы вот сюда город то мы возьмем город мы возьмем без вопросов но дальше меня вот напрягает с другой стороны я выдвинулся уже и отступать не вариант было давай 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 прорывайся чё вы стесняетесь то тут тоже мне стесняшки потеряшки пушки то толком и не поиспользуешь сейчас ну и давайте людоеды идем в бой теперь настала ваша очередь баррикады пока нигде не возвел отступи 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 вы втроем сможете выжить хотя давай ты сюда 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 подтягивайся потери естественно достаточно большие точки пошли точки переходят под наш контроль да твою ж не успел отменить ну там хотя бы вот скалы сейчас отражение сработало нормально тут расстреливают жестко натряд похоже уничтожен да заходим 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 спрятаться бутча 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 надо выдают просто там отхватыват не за что вперед здесь нас спалили усиление мы получаем по немножку но получаем выходим и вперед так здесь вас в принципе то не сильно не терзают но вы уходите все равно на этот фланг остальные побегут вот и все остальные тоже побежали город то мы взяли потери большие насколько нам хватит вообще этого всего чтобы защитить то есть даже этот отряд все-таки не слился может гарнизон будет слабый здесь тоже воинство невеликое остается можно попробовать потери большие достаточно можно и попробовать но отступать с другой стороны нас могут догнать сейчас они очень рядом хватит ли нам этого мы можем разорить и убежать на ускорение а ну еще кстати это заказ был вдобавок ко всему у тебя дальность перемещения есть на ускорении он говорит что дотянется прям а ну в принципе ты возвращаешься в город этот дотянется до поселения только на ускорении поэтому у нас время для восстановления потерь есть мы зато разбили третью армию мы оставили и я нич без я надеюсь постройки гарнизон хотя нет постройка гарнизон все-таки осталось нормально эту армию мы не потеряем ну принципе риск был но нормально он оказался оправдан этот самый риск особых проблем это новенький до на распространение контроля скверну к сожалению он не может но хотя бы так хотя бы так поможет нам еще пойдет сразу в кислит наверно закрывать а здесь мы наймем еще одно все таки огни пузико есть контакт ты закроешь прям на этом ходу здесь суда еще пока не дотягиваешься тебе пару ходов чтобы добраться до этой провинции нужно теперь кучу 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 берем это тоже оформляем по строительству остермарк вот здесь давай со скверной боремся в образом тоже улучшаем пустоши прокачаем и на этом деньги закончились даже остальные смотреть сейчас и не будет по сделке договор с вами можно подписать о ненападении наверное ну согласимся почему эти бомжи сейчас еще в них не поверят если в них наоборот поверят а в нас не поверят если они решат напасть еще придется сражаться лично время демоны нам уже по объявляли войну к сожалению поэтому особо не получится тянуть их войну пока еще но есть возможности перспективе хотя бы что-то как-то улучшить с ними и на этом фоне выиграть договора с иском хотя ну во всех моих прохождениях даже когда мы на стримах играли в раннем доступе эти малыши мохнатые хвостатые сидят читай в своем городе особо там не распространяются никуда не идут ледяной двор стреляет в упор к стал ты но засел в городе в принципе к нашему поселению пока не подтягивается пока вы слов все таки пока возможно придется уводить его вот сейчас на нас могут напасть тоже да это не делают причем армия вполне вполне себе такая даже мощная у них есть колесницы свежеватели сердце ловы вон хранители секретов топовые демоны здесь армия офигеть какая сразу на наш наезжай да свинцы плю и должны будут пехоту положить но вот колесницы и все остальное нужно как-то перехватывать у нас кстати вот здесь будет искал и можно использовать чтобы нас флангов не обходили и пушкари вот как раз таки накрывали все что было перед ними но вот здесь если поставить тоже но есть возможность обойти а слоныша воины шустры и быстры так что по факту получается это вот здесь да да на карте если они даже вот здесь вот вот она эта точка которая на карте приметил она за пределами нашего размещения но если здесь поставить тут реально быстро слоныша бежит у него со скоростью все очень хорошо скорострел опытный мы даже вас наверное не будем со спины использовать и бить так чуть-чуть даже вглубь отправим вас три монстрика суда 3 монстрика суда полководцы герои вперед но тут не особо удобный ракурс для стрелки ты чё ты выбрал такой путь-то через своих блед прорываться там самое главное чтобы пушкарей сейчас не покосили наш это пушкарей он он так они пытаются до пушкарей добраться мы сейчас при этом будем активненько сопротивляться и кавалерия добегается но пока еще все вполне я бы сказал даже неплохо хочу замедление сработало вроде бы заклинание применил но не отжалось с обновлением такой мега фишка добавили так ты кстати страдаешь тут нужно магии бы подкопить сейчас и подлечить давай 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 тут перемалыватель душ очень хорошо заходит с него наших пожирателей немножко покоцали тут он все равно пытаются выскочить на пушкарей но они самые я согласен они самые уязвимы тут не поспоришь своего попал касались ну сейчас будем лечиться пытаться если хоть что-то успеем подлечить 14 и не успеем и здесь тоже накопить не получится в общем выиграть то выиграли шустрые войска его разбиты но у нас ну все таки армия покоцали следующий бой будем начинать с того что лечим своих но героя это да монстрика сейчас берем в любом случае восстановление потерь посмотрим насколько я надеюсь хотя будут восстановим хотя никого прикиньте есть пленных пополнение отрядов 0 просто 0 это мерзко так делать это очень может амбак и они бы восполнились по факту но хотя проверить можно было деньги есть дэнги не вопрос вопросы другие появляются договор гнев природы царстве чародеи легион фракция уничтожена бродячие мертвецы фракция уничтожена западный провинц прикиньте сестрица его все-таки добила ну конфедерация это понятно союзник начал строить форпост варенграде но это нормально варптерка восстание неизбежно очень любопытный момент брат сестрой там не поделили что там рост лагерем дипломатические отношения доход от налетов контроль доход от разрения и грабеша ранг усиление натиска для всадников давай начинать улучшать отношения будем с цыганом с яшкой что он ты предлагаешь нам на первом круге сможет вернуться 15000 ужасающая машка двигаемся дальше здесь сразу еще одна армия такая такая же тут просто жесть на этом уровне на последнем смотрите что творится армии прям мега мощные становятся и я же говорю они не просто так сейчас они нас будут бить они не будут пропускать я мы можем этих и сливать мы в любом случае будем заменять не хотелось бы правильно подходить финальному сражению тянука подожди отмена но мы на своей земле сейчас будем еще нести потери останься так давай захватим сначала город а потом уже будем закрывать портал засада очень бы тут помогла поймать допустим вот эту армию не мы можем напасть он примет бой а мы используем нашу тему которую я качал по идее всем сейчас до стремительный удар давайте этим и воспользуем он не уйдет от нас он будет точно примет там у него подкрепление очень мощный поэтому мы используем стремительный удар и разносим его гарнизон все равно достаточно приличный но хотя бы уже с тем хотя с другой стороны учитывая что когда есть стены в городе и штурмуют огры у них появляется способность взрывать да и баррикады можно быстро уничтожать порой даже удобнее ну стены преодолел то там вот они застревают иногда в проломах но при этом искусственный интеллект в пролом бросает кучу народу и магиях наверное я даже пищу посомневался стены или не стены если один и тот же гарнизон абсолютно идентичный но единственное что меняется это наличие стен я бы сказал что без стен не такой привлекательный город там где стены там нам было бы поприятнее сражаться погнали выходим давай ладно тогда сделаем вот так вот вы сюда вы на этот фланг вы здесь нифига себе сразу 1 минус 0 хамло а сани то наглые я смотрю разгромить их конину тоже да ну твою дивизию почему именно этот навык так выпендривается не знаю может у меня все таки только это ну как-то странно очень очень странно очень подозрительно так выбегаем так зацепите зацепите их они пушкарей хотят пойти сейчас мансарда 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 где же ты где мы же построили здесь все красиво давай 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 здесь не так критично как в царстве сейчас нести потери и пушкаре или в других боях но в остальном в любом случае лучше добивать ну Бей конину Бей конину, руби медведей Бегом Ну и все В принципе, дело сделано Ну, добивайте Здесь желательно бы добить всех Но там даже замедление сейчас не спасет Мы его не достанем Ну, полководец первого левела Ладно, разрешаем Хотя, наверное, просто я пушку использую часто Может реально что-то опять с мышкой Можно опять ее разбирать Мне опять с ней ковыряться Зачищать Но это уже слишком часто Восполним потери Армию мы разбили Но мы заходим в зону города И, к сожалению, здесь Придется отступать вот так Главное, чтобы это нам позволило Теперь дотянуться до города А это нам не позволяет дотянуться до города Собака ты, сутула Нафиг ты в зону поселения зашел, а? Ты до поселения добегал и обратно Успевал Это же сейчас Константин тебя достанет Это он тебя сейчас достанет и начнет Напрашиваться, чтобы ты его тоже На ручку насадил Там Борис, наверное, ему рассказал О прелестях этого Массажа Теперь Константин будет напрашиваться Косячник-то Как ты мог так не дойти? Но мы можем, в принципе, сейчас Отступить вот сюда, Константин нас не дотянет Во-вторых, мы сможем хотя бы потери восполнять Дальше, я думаю, мы Готовы уже делать вот так А можно даже лагерь воткнуть Ну, праг не зацепим Конечно Но, безусловно, почему бы и нет Мы поставим здесь лагерь Возводим Возводим и ждем тогда следующей серии, друзья мои, уже Потому что нам Ну, в принципе, есть Какую копеечку потратить На строительство И есть еще чем заниматься Еще Я бы сказал бы Куча всего Что нужно сделать Хоть и последний уже шаг Но Какой же он будет Тяжелый этот шаг Откровенно говоря Сейчас идти Через Царство Слонеша С тяжелыми боями придется Если на каждом так вот уровне будем сражаться Под конец будет очень сложно Ну, посмотрим, посмотрим Что будет На сегодня в любом случае все, друзья мои С вами был Вера, всем добра Пока Субтитры сделал DimaTorzok